это мой любимый пляж по-моему называется пляж тельма точно не знаю надо будет будет посмотреть справочники вот поэтому черному песку очень полезно ходить босиком что я делала сегодня утром но плавать конечно не рекомендуется хотя вот отчаянно и там плавают действительно очень опасное море океан то есть и было очень много здесь трагедии солнце бьет в голову может быть еще канарское вино добавляют храбрости люди все равно в море по выходным дням здесь очень много местных которые занимаются серфингом наверное приезжие тоже молодежь они с удовольствием этих волнах тут на своих этих на досках качаются но у берега конечно никто не выходит далеко и здесь даже кораблей нет потому что дно опасное много подводных рифов и кораблей на этой стороне тенерифе тенерифе а это северо-запад кораблей здесь нет я нахожусь пуэрто де ля крус мой отель здесь пуэрто де ля крус и это самое зеленое место на острове здесь очень много влаги и здесь просто рай для тропических растений и это экватор то время как в европе холодно серо темно здесь конечно рай и очень многие люди сюда приезжают на зимовку пенсионеры а еще очень много хиппорей которые живут кто чем может всякими поделками или игрой на гитаре или вот еще один хиппи или я не знаю может быть бомж его назвать вот он живет за счет этого крокодила он сделал этого крокодила вот тут написано подайте пожалуйста и спасибо вот тут он живет ну лицо конечно алкоголика на ночь он уходит ночью вот здесь нет вот ему люди в это ведро наверное ага в это ведро сыпят денежку и вот он тут живет за счет этого крокодилчика вот еще лодка такая здесь у него рядом ну что в раю живет я бы сказала в раю я видела здесь даже молодых женщин бомжих вот с этими тележками со всем их скарбом и с маленькими собачками которые мало едят но которые тяпкают и таким образом могут их защитить немки вот тоже они тут живут хотя могли бы и дома у себя жить прекрасно на социалку ну вот они хотят быть свободными и вот здесь они промышляют вот опять красный флаг замечательно вулканический черный песок и история канарских островов очень интересная и древняя здесь раньше жил народ гуанчо историки не знают что это за народ и откуда они взялись они были высокие светлокожие светлоглазые блондины и блондинки одни говорят что это атланты которые остались на месте затонувшей атлантиды другие говорят что это викинги которые сюда таки доплыли ну якобы официальная версия что может быть это берберы из северной африки но я никогда не видела берберов блондинов так что эта версия меня не устраивает я предпочитаю думать что это потомки атлантов и здесь есть набережная на которой стоят огромные статуи 9 королей гуанчо я сделала фотографии этих королей это были сыновья одного короля и он разделил свое царство тенерифа на 9 частей и роздал своим сыновьям и надеялся что будет мир в семье но мира в семье так и не получилось гуанчи между собой все равно передрались к сожалению так часто и в современных семьях бывает а потом пришли испанцы колонизаторы и захватили этот остров гуанчи отважно сражались за свою родину отбивали ее но испанцы оказались технически сильнее этого народа и истребили их а те которые остались просто ассимилировались и теперь народ гуанчо исчез местные канарцы некрасивые маленькие корявые что тети что дяди но иногда среди них попадаются невероятные красоты юноши высокие стройные но темненькие и мне кажется может быть это все таки потомки гуанчо у гуанчо был еще свой особый язык они переговаривали с свистом через горы потому что так было лучше слышно и им общаться было легче через горы и долины и у них выработался свой язык свиста который еще сохранился на острове гумера это рядышком соседний остров и там можно послушать и пройти даже курсы языка гуанчо вот замечательно сейчас пойду в кафе может возьму стаканчик венца красненького и посижу возле моря и буду наслаждаться скоро мне уезжать в холодную дождливую и темную Германию а завтра я иду к вулкану потому что Тенерифа это в общем-то вулкан вулкан Тейде знаменитый вулкан который покрыт снегом и я хочу туда завтра двинуть с утрица пораньше